здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека ох уж этот критик точнее внутренний критик казалось бы все хорошо карьера семья дом а он так строг что не дает спокойно жить это тебе повезло тебе просто помогли это не твоя заслуга просто зудит в ухо каждый день что это такой внутренний критик как с ним быть почему он имеет право голоса надо ли с ним бороться и вообще или его как-то признавать вот обо всем об этом мы сегодня разговариваем с нашим гостем я вам его представляю точнее говоря ее очаровательную женщину психолог кандидат педагогических наук основатель и руководитель школы психологии развития тепло внутри анастасия макуха здравствуйте анастасия здрасте от одного названия вашей школы мне уже тепло внутри просто бомбическое название супер ну ладно возвращаемся к нашим баранам о которых мы сегодня начали говорить и так мы сегодня говорим о внутреннем критике и меня на эту программу в общем-то вдохновил ваш подкаст на радио миллениум который назывался как усмирить внутреннего критика или почему я все время не до вообще такой вот термин как внутренний критик что это такое да мы знаем что есть внешние критики до люди которые нас критикуют вслух и мы это слышим ушами а еще есть какой-то внутренний критик что это за зверь такой это такая значит интересная внутренняя фигура внутренний голос который бесконечно дает оценки тому что ты делаешь да и удивительно что этот внутренний критик чаще всего очень жесткий он чаще всего говорит ну такой в минус и независимо от того какие-то результаты получаешь да все равно ты все время немножечко не до да не доработал что-то мог бы лучше там и так далее да то есть такая-то внутренняя композиция такая достаточно сложная и если чем больше места если много места внутреннего то достаточно сложно быть счастливым радоваться достижением как-то двигаться развиваться да и быть ну вот в полной мере ощущая качество жизни ну то есть вот это как раз то о чем я говорила да ты вроде бы у тебя есть какой-то конкретный жизненный успех ну допустим ты закончил школу там я не знаю там золотой медалью а вот этот внутренний критик да вот этот вот человечка ли там какое-то существо внутри тебя нет тебе надо было с двумя золотыми медалями закончится закончить школу или ты там еще что-то такое и получается что вот это вот сущность внутренняя она лишает нас удовольствие от того что мы делаем это же ну как бы главное как будто бы да да абсолютно так это даже может быть и не про две медали про то что ладно часто закончила дальше-то институт а дальше-то поступать то есть тебя все время вот эти вот критерии да они новые они вбрасываются но так по ходу пьесы то есть ты достигаешь одного тут же появляется новое вводное и ты опять немножечко не успеваешь на то есть опять идет этот это внутреннее такое обесценивание ли оценка такая жесткая тому что ты делаешь а вот это вот слово не до предполагается что если мы обратимся к слову образование что есть кто-то кто до это вообще очень интересный вопрос такой да идеальный я можно даже спросить вот тех кто будет нас смотреть передачу попробовать себе представить а с кем же я себя сравниваю то есть если там вообще кто-то достаточный да и кто он как говорят да там идеальный сын маминой подруги вот он есть вот он действительно есть такой который все делает правильно все делает хорошо и к маме относится именно так и успехи то у него или там дочь маминой подруги вот и очень часто можно обнаружить здесь очень интересный парадокс что мы себя хотим хотим видеть кем-то другим чем тот кем мы являемся то есть мы не себя хотим увидеть вот каким-то особенным а мы думаем ой вот это так классно что-то делать вот я также хочу или вот это идеально и я хочу также но на самом деле получается что мы ну какие-то искусственные внешне наносные для себя берем образцы да или те ожидания которые например нам в том числе транслировали значимые фигуры какие-то там в нашем детстве это наши там родители педагоги значимые взрослые какие-то менторы наставники вот и мы хотим быть похожими на вот эти какие-то искусственные картинки но это такая утопичная на самом деле штука потому что если допустим я медленная по структуре очень осторожная щепетильная а я смотрю на кого-то вот очень стремительного такого решительного он так вот классно проявляется там прямые эфиры ведет я думаю я хочу так но я по структуре другая то есть это не значит что мои эфиры будут хуже они просто будут иными но я пытаюсь соответствовать чему-то что вообще может быть не мое и очень часто вот эти оценки которые мы получали они касались либо каких-то природных наших свойств с которыми мы ничего сделать не могли быть нашего тела до нашего образа мысли нашего интеллекта да там у каких-то вещей ли там происхождение то есть тех вещей которые базово вот как бы базовой комплектации да не предполагающие что-то другое вот и мы очень часто с этим боремся пытаясь быть похожими на кого-то поэтому такой идеальный образ интересный такой а кто и кто это идеальный я когда уже будет да 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 и вот это ты сказала я стремлюсь к тому что в общем-то не мое а если вы наверное человек если в какой-то момент понимает что-то не его не его то он перестает туда стремиться возможно да ну то есть здесь как будто как сращивание двух вещей допустим вот та дочка любимой подруги да и который идеально до маминой подруги она же на самом деле не идеальная к нот себе да конечно потому что мы папа априори идеальных людей не существует но тебе мама ее преподносит так что вот она лучше чем ты она там ходит в художественную школу находят музыкалку она умеет муть посуду в 10 лет она маме помогает и так далее массу всего можно придумать да но при этом это девочка если мы перевернем картину другой страной может быть совершенно ну как бы несчастным существом при этом при всем а ее в это время ставит в пример кому-то тому человеку которого как будто бы пытаются сделать несчастными пусть не произвольно не нарочно но в общем-то делают несчастным потому что мало того что пытаются вот это как раз и происходит это же в принципе родительские да все таки есть такая шутка знаешь давайте сразу сэкономим время и деньги даже что во всем виноваты родители вот я предлагаю ну как-то аккуратненько этой мысли относиться потому что родители которые нас воспитывают который нас обучает вводит в этот мир сопровождают конечно же в большинстве своем хотят лучшего для своих детей просто те способы которыми они это делают не всегда может быть да там самый оптимальный потому что у них совершенно другой опыт был до поколения других способы и просто по-другому не невозможно было да не знали как любить иначе или как воспитывать иначе вот но получается что такая злая шутка выходит да то есть это получается скорее воспитывает как раз и подкармливает вот ту фигуру критика который становится гораздо жестче чем реальные корректировки от родителей то есть вместо того чтобы поддерживать себя при неудачах вместо того чтобы говорить себе ну хорошо смотри у тебя уже получается да завтра будет еще лучше вот про ту самую зону ближайшего развития который выгодский говорил да вот еще чуть-чуть мы вместе и дальше ты сможешь это исправишься наоборот идет такое сильное но обесценивание своих результатов и получается что здесь ребенок уходит либо в беспомощность то есть он но абсолютно точно убежден что ему это не под силу тем более как там девочки какой-то из которого сравнивают либо в такую злость сильную да почему вот кому-то давно мне не дано почему вот да то есть это ну и там и там это на самом деле полярности которые не дают результаты чек выгорает просто много напряжения много тревоги внутри копится потому что я все время ну как будто бы не до недо достаточно чего-то я так вот мне еще отзывается чувство вины потому что ну как бы опять таки если мы говорим о растущем ребенке то родители это всегда авторитетные ну чаще всего авторитетные значимые взрослые если они ну как бы вот не дают вот этого поддержки то чувство вины что я опять вот сделал что-то не так и опять я вот что-то не доделал и наверное у меня еще как будто вот жалость к себе я вот вот отзывается здесь что ты стараешься стараешься и ничего не происходит это тоже интересное такое пересечение да ну вот про чувство вины сначала да какие универсальные инструменты воспитания детей через что через страх через страх через наказание да через то что ребенок чувствует либо что я сделал что это не так но если вина условно такая здоровая то ничего плохого вина очень часто так и токсично патологическое когда я несу ответственность еще из-за чувства другого человека из-за результаты из вообще за себя и так далее чувство стыда такой сложный для переживания да то есть когда я какой-то все время не такой это уже труднее потому что это не про действие оценка это про меня меня как личность меня как человека в зависимости от того на какую сферу мы проецируем да то есть меня как специалиста меня как там женщины меня как мамы да вот эти вот все внутренние как раз истории то что значимо для человека да то есть чувство это достаточно такая ну композиция которая присутствует их переживать в основе этого может лежать что угодно в зависимости от того как там двигались родители а вторая часть у нас было про жалость к себе поражалось к себе а вторая очень интересно тоже перевертыш то есть с одной стороны я себя жалею я очень хочу проявляться я хочу быть видимым в этом мире я хочу какие-то результаты производить а с другой стороны я такой эгоцентрик то есть я же возмущен почему я не могу никак это сделать и я в этом месте все время пытаюсь подстраховаться ну то есть я бы готов проявляться если только все мои подписчики сразу кинуться мне к ногам и будет быть боже вы гениальны вы вообще как вы это делаете да то есть только при условии это можно сравнить например с тем что допустим женщина в семье которая переживает измену который был трудный развод она год ой отношения спасибо я там была уже это не мое я теперь поживу в свое удовольствие хотя потребность внутренние есть и вот когда она встречает друг мужчину которому есть такой вот импульс она готова пусть сначала докажет мне что ему нужно доверять и вот в этом месте происходит такая логическая ошибка страшно потому что ну сами по себе отношения это очень стрессовые композиции с большим количеством неопределенности и там нет безопасности на огромное количество неизвестных конечно там нет безопасности там нет никаких гарантий и она говорит вот только если будут гарантии я пойду и вот ребенок здесь тоже также до повзрослевший вот только если я буду убежден что я супер выгляжу я все абсолютно знаю а возможно ли это большой вопрос вот только тогда да я пойду проявляться получается что этот внутренний критик он не помогает нам развиваться у нас все время сдерживает и говорит пока ты вот сюда не дойдешь тогда только ты можешь а пока ты не там все это вот посмотрите но получается что внутренний критик это наш внутренний диалог который мы ведем с ранних лет и которые осознавать в себе как внутренний голос начинаем достаточно рано давить но во сколько лет примерно формируется если говорить про эрико берна да если брать транзактный анализ то он говорит о том что он формируется до 4 5 лет и формируется вне зависимости от того хотим мы или не хотим потому что это некоторая система сдерживания ограничений который помогает но вообще собственно выживали конечно это необходимая конструкция то есть вы тут не особо вообще на что-то влияет а вот уже наверное замечать мы начинаем это я предполагаю что прям ярко вы начинает в подростковом возрасте проявляться когда вот этот вот время противоречий приходит и все очень остро становится важно еще быть для тренирового сумма для сверстников до сразу ты себя начинаешь сравнивать и думать вот она красиво а я вот у нее ноги такие а у меня вот он вот так выступает а я на когда мне важно быть принятой в стаю что ли там такой ударе фри в референтную группу тогда я же стивили с кем-то да вот это хозяйство и получается что смотрите получается что этот внутренний критик он нам дан от природы да он нам дан психикой для того чтобы мы могли себя оберегать то есть это тоже самый внутренний голос будет нас ограничивать именно оберегая соберегать но берегающий как бы позицию занимать да ведь если мы даже говорим что кто-то называет от внутренним критиком а кто-то внутренним родителям так ведь да то есть родитель пусть даже внутренний он же тоже призван для того чтобы нас оберегать к чему-то да то есть получается если говорить вот вообще не психологичным языком, то вот это вот мама или папа твой внешний, ну, кто там больше влияния оказывал, он прям живет внутри тебя. И иногда прям вот мамином или папином голосом с тобой разговаривает. Это нормально для здоровой психики? Если в вашей голове разговаривает кто-то голосу мамы или папы, это нормально. Да, абсолютно так. Да, потому что да. Мы все с собой разговариваем, правда, в этом, конечно. И причем многими голосами еще. И вот, кстати, про многие голоса. Вот если я правильно использую слово, можно сказать, что в каких-то позициях, вот которые вы сказали, я сотрудник, я там мама, критик ведет себя по-разному. Ну, допустим, когда речь идет о я работник, он прямо вот тише воды, ниже травы. Не слышно его. А когда речь идет о я как мама или я как жена, он прям вот очень сильно громко. Вот может быть такое какое-то расщепление, что ли, его? Тут и да, и нет, как будто, да. То есть, да, с одной стороны, может быть, что ты полностью реализованный, раскрыт в какой-то одной своей роли и абсолютно нереализован, да. Ну, возьмем какой-нибудь там, не знаю, киношный пример, где женщина такой суперруководитель или бизнесмен. Да, успешная женщина. Да, успешная женщина, но у нее нет семьи, например, да. И она там рыдает в Рождество, значит, с платочками по поводу того, что она там как женщина абсолютно несостоятельна. Да, еще есть тоже социальное ожидание, да. То есть, что такое успешная женщина, кто такой там успешный мужчина. И если у мужчин это вектор достижения часто, у женщин часто это про отношения истории, да, вот именно в такой конструкции. Вот. А с другой стороны, ведь есть такие, ну, назовем это так, несущие конструкции личности. И если где-то в глубине души, ну, в фундаменте у меня лежит кирпичик, в котором что-то со мной не так. Можно даже вот поспрашивать себя, а что не так? Обычно это касается вот ну, нескольких сфер. Что-то не так с моей внешностью, то есть, ну, я не достигаю чего-то в жизни, потому что я там недостаточно красив или недостаточно там стройная или еще что-то, да. Нос не тот, уши не те и так далее. Выгляжу как-то не так, да, там, фигурой не удался или еще что-то. Второе, это то, что касается интеллекта. То есть, я слишком медленная, слишком глупый, не предприниматель, не выступая публично, мне это не дано. Причем это не воспринимается часто вот как скилл какой-то, да, как навык, а это воспринимается прям как характеристика вообще. Как будто есть люди, которым дано, но это не ты. Я ничего, получается, что никакие хобби, да, никакие там, я не знаю, проявления себя в виде какого-то творчества, для меня вообще эта тема закрыта. Почему? Ну, руки, потому что у нас нет, у нас в семье таких, да, или там вот у нас у папы есть, а ты точно не в него. Вот. Ну, какие-то убеждения, которые ты, ну, как Перлз говорил, да, как куски пищи, которые не усваиваются, создавая сытость. Вот она внутри тебя есть, ну, собственно, и ты в эти какие-то ментальные конструкции веришь, хотя на практике ты раз и пошел на мастер-класс, и даже картину нарисовал. И так, вау. Я, кажется, умею. Оказывается, получается, но внутри-то есть верование в то, что это не так. И получается, что вот этот фундамент ну, такой базово создает то, что мы называем негативным самоопределением о себе. То есть, в целом я какой-то, ну, плохой, недостойный, вот как-то мне вот со всем моим набором там, внешности, интеллекта, а еще тут есть такая социальная пирамида, ну, то есть, кто я внутри своей семьи, и кто моя семья в социуме, да, то есть, мы какие, например, кого-то там воспитывают в семье, где нет там папы, у кого-то есть какие-то истории с аддикциями, там, зависимостями. Кто-то приехал из очень маленького города, кто-то еще, ну, есть какие-то особенности, переехал откуда-то, эмигрировал, и вот все это наслаивается на то, что вот со всем вот этим набором чего я достоин в жизни, да, вот на что я вообще могу претендовать, как мне проявляться, как мне любовь получать, да, и получается, что если в фундаменте где-то я не верю, что я хороший, или со мной все окей, со мной окей, с тобой окей, с миром все хорошо, у меня есть точно свое место в этом мире, ничье-то я ничье-то не занимаю, у меня есть свой путь какой-то, да, особенно, уникальный, у меня есть свои богатства внутренние, свои таланты, там, да, свои какие-то склонности, вот. Я верю во что-то другое, то мне очень сложно и на работе это будет напряжение, я буду через напряжение что-то достигать, и в семье я буду постоянно, да, пытаться, ну, двойные усилия прикладывать, и там в материнстве, да, не дай бог, что-то я не там, да, вот сейчас такое поколение мамочек, который приходит, который говорит, я, наверное, нанесла травму своему ребенку, вот, вообще такое, да, много невроза, много такой тревоги тогда, что я что-то делаю все время неправильно, потому что вот, и в момент, когда действительно я, ну, ошибаюсь, или что-то не получается, там такой жесткий диалог идет, и он далеко не словами там какими-то даже, может быть, не то что поддерживающими, а какими-то такими, ну, рациональными, что окей, не получилось, да, действительно. Именно прям вот море эмоций негативных захлестывает внутри, да, и слова такие прям там жесткие, очень жесткие, очень жесткие определения, наверное, нет смысла их транслировать в эфир, сейчас каждый может спросить себя, последний раз, когда он там, не знаю, упал, облажался где-то, что-то сделал не так, была какая-то неудача, вот какие слова и определения, как вы себя называете, как вы себя там выстраиваете, да, вот, а чтобы, ну, жить-то надо как-то, да, ведь хочется как-то там получать удовольствие, достигать результатов, человек, просто так тебе нельзя, ну, просто так не дано, потому что ты какой-то уже не такой. Получается, что нужны какие-то стратегии, с помощью которых ты можешь в мире все-таки адаптироваться. И вот они у нас процветают. Первая самая классная стратегия, очень частая такая, хороших девочек. Я буду удобным, я буду хорошим, тогда я точно буду получать от мира все, что получают другие. Потому что меня все будут любить, и никто ни в чем мне не будет отказывать, потому что я такая хорошая. Конечно, и я буду соответствовать всем ожиданиям. Путь просто, путь в никуда. Привет всем хорошим девочкам, да, если вы себя там и мальчиком, прекрасным парнем. Нет, это нельзя сказать, что путь в никуда. Мы с вами знаем, куда это путь на самом деле. Ну да, путь к жестким внутренним конфликтам. Да, и как бы с психологом, к депрессии, неврозам в лучшем случае. Когда я очень-очень хочу быть проявленной. Я очень-очень хочу любви. Я хочу отношения, я хочу контакта, я хочу результатов. Но я настолько не выдерживаю это, что я все время где-то, да, предаю себя бесконечно для того, чтобы только от меня не отвергли. Вторая стратегия про достижения. Это вот как раз история про тех, у кого на работе часто все хорошо. Я обложусь дипломами, кубками. Я, значит, 150 курсов закончу. Я получу 15, значит, там, каких-нибудь профессий. Я всем докажу, что вот это вы думали, а я не такой. Я вот, да, вот они, как бы, видите, документ есть, доказательство, подтверждение, что я вот не дурак, например. С печатью. Очень, да. Очень тоже такая интересная штука. Причем все кривые стратегии. Почему кривые? Потому что они только подтверждают, что в фундаменте это у меня что-то не так. То есть мне нужно что-то, чтобы это скомпенсировать. Есть еще стратегия покупать. Ну, такая статусная, да, окружать себя красивыми вещами, галочки себе ставить. Какой у тебя телефон, какая у тебя машина, какая у тебя квартира, где ты работаешь, там, еще что-то, да. То есть через статус пытаться в этот мир пробиться. Вот. А есть еще такой, ну, развлекать стратегия, да, быть хорошим, создавать пространство вокруг себя, всех согревать, мирить, значит, всех там рассказывать какие-то классные истории. Вот часто бывает такое, ты с человеком пообщался, он тебе и шуток рассказал, и все так круто. А потом расходишься и думаешь, а про что вообще мы как-то, вот, а что осталось? А так, вроде, такой приятный человек, да, то есть он вокруг себя все время вот это создает, ну, такую пену, что ли, да, потому что с ним суперинтересно, он такой притягательный обычно. Ну, как бы вот он через это, получается, да, тоже людей как-то к себе притягивает. Вот. И получается, что это просто компенсаторный механизм, и слава богу, что они есть на самом деле, да, не сказать, что это прям вот что-то такое, что, ну, в жизни мы благодаря тому, что адаптируемся, мы можем достигать, правда, результатов, и, правда, ну, каких-то, в каких-то сферах жизни, да, они нам помогают и спасают, может быть, в чем-то, потому что если бы мы предположили, что, например, была жесткая семья, там, с какой-нибудь очень жесткой, оценивающей холодной мамой, и девочка не выбрала бы стратегию быть хорошей, а попробовала бы противостоять, например, а в открытую, да, ставить границы, ну, то там было бы не выжить. Она бы сломала. Её бы сломали. Её бы сломали. Да, и поэтому все эти стратегии, на самом деле, когда-то очень сильно нам помогали. Да, просто сейчас главная новость, да, куда заглянуть, в паспорт, друзья, да, посмотрите, пожалуйста, сколько вам лет, вспомните, что вы уже подросли, вам не три, не пять, вас уже никто не заставляет надевать колготки не того цвета, против которых надо бунтовать, или вы уже... И шарфик, когда тепло. Да, и вы уже можете не рассказывать, стоя на стульчике никаких стихов, рассказывать только то, что вы хотите, но внутреннее ощущение, что я не вырос. Поэтому, да, вот это вот ощущение, что кто сейчас в моей жизни за меня решает, как правильно? Чьим голосом хороший вопрос, да? Кто это сказал? Вот когда идёт вот этот диалог бесконечный, жёсткий. А кто это говорит? Кто это... Подожди, подожди, подожди. Кто это сказал? Откуда ты это знаешь? И дальше можно вглубь пойти, да, в работу с убеждениями, или в какие-то базисные штуки. Откуда я вообще это знаю? Откуда, что если допустить, что это ошибочная какая-то история, что я, будучи где-то, в какой-то ситуации просто, ну, ошибся, что со мной что-то не так. Представляешь? Ты всю жизнь живёшь, и оказывается, с тобой всё так. Оказывается, всё хорошо. Ты красавчик. Ты прекрасный вообще. Просто ты в какой-то момент, встретившись с неодобрением, там, да, с тем, что твоя потребность как-то не удовлетворили, ты просто решил, что... Вау. Да, мне надо что-то другое похоже делать. Похоже, мне не дано того, что дано другое. Ну, здесь мы пришли к интересному месту, которое я открыла случайно, или, вернее, мне подсветили его в разговоре с одной девушкой. Она сказала, я всё понимаю. Я слышу их голос, я понимаю, кому он принадлежит, я понимаю, про что он, я понимаю, что мне это не нужно, но ничего не происходит. То есть вот это вот, какого, вот этого всего понимания недостаточно для того, чтобы сформировался какой-то такой волевой снежок, который уже запускаешь и идёшь дальше. Вот, да, то есть вот этот момент, как загвоздка. Ну, во-первых, давай так. Вот чаще всего люди приходят с идеей такой и даже формулируют свой запрос. Как избавиться от внутреннего критика? Как бороться с внутренним критиком? Как победить? Как усмирить? То есть такие слова, которые, если представить это в виде какого-то действия, которое бы мы делали в группе, например, да, это что-то сродни насильственным действиям. Агрессивные такие слова. Да, то есть они подразумевают какое-то вот... Уничтожение чего-то. Да. Если взять, что, ещё раз, вернуться к идее, что это внутренняя часть меня, получается, я борюсь сам с собой. Да, то есть я пытаюсь у себя взять и вырвать какую-то часть. А если мы придём к идее, что все части зачем-то нужны, она от чего-то нас защищает, чтобы, например, там, не знаю, не получить неуспех публичный, чтобы не испытать стыд, чтобы, там, не знаю, достоинство своё сохранить и так далее, и так далее, да, то получается, эта конструкция просто так оттуда не уйдёт, если ты хочешь её просто взять и выкинуть, да, например, потому что ты понял, что она тебе там жить мешает, да. Какой другой? Какой другой путь? Ну, первое, это заметить. Вообще, первая победа, та самая осознанность, про которую говорят сейчас, ленивый не говорит, да, помогающих профессии, специалисты все об этом говорят, понять, что у тебя это есть. Если ты это заметил и проявил, мы как будто вот со дна поднимаем что-то, и теперь мы можем с этим что-то делать, потому что мы теперь это осознаём. Вот, окей, у меня есть такая конструкция, а теперь спросим, ну, если на одной чаше весов у меня вот этот жёсткий внутренний критик, то что у меня на другой чаше весов? Или кто? Неужели в нашей жизни не было совершенно никаких образцов взрослых, поддерживающих, которые говорили, вау, какой ты, как ты это делаешь, как ты умеешь, которые давали нам поглаживание в виде там физических прикосновений, слов каких-то, да, и попробовать эти, пусть их будет меньше, пусть весы всё равно как-то, да, так неравновесно. Но давайте мы соберём вот этот образ, такого назовём это внутренний мудрец, внутренний наставник, вот такого поддерживающего родителя, который хотя бы периодически начнёт осознанно, если ты будешь это, да, замечать, что у тебя опять включилась эта вирусная история, да, программа такая вредоносная, которая тебя разрушает. Вирусное – хорошее слово. Ну, такое, да, самоповреждающее поведение, по сути, это, да, даже, ну, потому что ты себя сам изнутри начинаешь съедать, да. Прямо одна у меня клиентка так и говорит, меня съедают. Я говорю, а кто тебя съедает? Она говорит, я сама себя ем. Самоедство. Самоедство, да, то есть я себя изнутри прям пожираю. Вот. И получается, что на другой чаше весов мы начинаем взращивать вот поддерживающую фигуру. И мы можем вспомнить, прямо, да, вот по крупицам собирать и начинать замечать, как другие люди тоже, да, в моём окружении дают эту поддержку. А что они делают? А как это вообще? И когда у меня не получилось, первое, конечно, по рельсам поезд поедет, к которому ты привык. Проторенная дорожка, да. Безусловно. Но потом, если я это отхватила, заметила, да, за хвост схватаю и говорю себе, вау, ну, а теперь давай, ну, как-то посмотрим с точки зрения развивающей обратной связи, да. А что я могу? А что важного в этом было? А что я уже смог сделать, чего я не делала раньше? В чём мне нужно себя там сопровождать, поддерживать там и так далее? Вот. Это первая история, да, то есть получается, что мы взращиваем ещё одну фигуру, да, заботливую. Но иногда это сделать достаточно сложно, потому что просто образца не было. Потому что, вот такой пример приведу, у нас у многих сейчас наших, значит, семейных друзей дети, там, вторые, третьи дети, вот они приезжают к нам в гости. И вот есть такой, условно, два типа родителей. Одни, которые всё время пытаются отловить ребёнка, чтобы он куда-нибудь не залез, что-нибудь не уронил, и у них всё время... Стой, тихо, осторожно, куда ты? Зачем? Ну-ка, стой. Не бери, собака укусит, не подходи. То есть всё, что слышит ребёнок, это всё вот эти ограничивающие, да, корректирующие послания, корректирующие какие-то, да, слова. Не стой, не лезь, не говори, не болтай. А есть ребёнок, который с удовольствием лижет песок, например, да, лёжа там, я не знаю, там весь он уже в каких-нибудь одуванчиках, да, и собака, он подойдёт, да, он кота погладит, кот его может царапнуть. И вот он залезет, и под хвост заглянет обязательно. И мама как-то так нормально, да, то есть ребёнок через собственный опыт понимает, да, какой мир. Мама, конечно же, в критические моменты подключается, если ребёнок там поранился, или кот ему всё-таки там дал сдачи, да, за то, что не нужно было его так активно тискать. Он придёт, и мама ему объяснит, что происходит. То есть совсем разные форматы взаимодействия. И получается, если не было второго, если был только вот, ну, такой, да, мир опасен, надо быть осторожней, надо всё время стараться, главное, чтобы люди ничего не сказали, да, вот такие вот прям штуки, то как мы можем тогда вот эту фигуру, откуда её взять, да, и тогда я бы шла ещё по пути вот того, о чём я говорила, возвращаясь назад, разыскивая, что за чувство стоит в основе, то есть стыд, например, чувство вины, чувство обиды, чувство страха. По кусочкам, потому что, например, во всех похожих ситуациях, когда тебе нужно, допустим, выступать публично, проявляться, да, что-то делать, вот там, среди людей, у тебя одинаковым образом, вдруг вот здесь ничего не дышит, ты чувствуешь, что всё, плечи уже скованы, да, вот здесь вот что-то стоит. У кого-то в животе это чувство, у кого-то... И мы по телу можем возвращаться назад, к более ранним историям, потому что они все устроены похожим образом. И где-то, где-то там, очень-очень рано, есть начало. И вот если мы, нам удастся в терапии дойти туда, расцепить вот эти вот ключевые якоря, в которых человек решил, что с ним что-то не так, потому что это решение часто, оно может быть схлопнутое, там обычно есть выводы, там есть телесная реакция, ну, на стресс, да, или на какую-то там историю, которая была очень болезненная, да, и есть, естественно, чувства. Вот мы сможем с этими чувствами войти в контакт, и ты выжил. И ты теперь растёшь опять по тем же ситуациям, возвращаясь и видя, что ух ты, оказывается, всё хорошо со мной. И дальше в жизни пробовать вот то, про что мы говорили, всё понимая, делать не могу. Но теперь у меня появилось верование такое, которое качнуло немножко, да, мою убеждённость, что я какой-то не такой. И я пробую потихоньку делать по-другому. Я пробую тост сказать, например, на празднике. Я пробую как-то там поздравить кого-то. Я пробую взять какое-то на себя обязательство и выступить. Я пробую пойти куда-то и что-то сделать, где мне нужно с людьми пообщаться. То есть я начинаю действовать как-то по-другому. И когда я действую, я уже, проделав эту работу, понимаю, что совершенно не обязательно, что все будут в восторге от того, как я делаю, что я делаю, что возможны и критические оценки, и критические взгляды, и неудовольствия. И что я в этом состоянии уже понимаю, что меня это ранить не будет. Потому что это отдельные люди, которые имеют право на свою точку зрения, которые по большому счёту не про меня, а про них. Правильно? Тут, наверное, даже может меня это и ранит, но я выживу. Но я выживу. Потому что очень часто здесь психика так рисует, что если это происходит, то там дальше занавес и титры, всё, там как будто жизни нет. То есть если я выступлю, и это не будет на 5 баллов, то ой, нет, тогда я не буду выступать. Потому что после этого как будто нет жизни. Такая закрытая манья величия. Либо на 5, либо никак. А поэтому я и говорю, что вот эта вот жалость к себе и эгоцентризм, такое немножко нарциссическое такое расширение, они вот рядышком ходят. Потому что если не так, то как? Ну если я себя вот не дота считаю, то есть тогда лучше никак. Тогда я лучше и пробовать не буду. Да-да-да. У меня сейчас благодаря вашему рассказу выстроилась прям замечательная такая картинка. Вот я, наверное, её себе возьму или вот кому-то расскажу из своих знакомых. Что у нас как будто есть колея, помните, по которой мы уже... Ну рельсы, я называю. Это рельсы, да, поезд поехал и всё. Рельсы, рельсы, рельсы. Вот. В моём представлении для того, чтобы вернуться, должна быть обратная. То есть туда поезд едет по одним рельсам, обратно возвращается по другим, иначе они не столкнутся. И вот одни рельсы это тот привычный критик, который у нас существует, да, в голове. А второй это тот мудрец, наставник, которого мы нашли в своём жизненном опыте. И это может быть вообще не близкий, ну не родственный человек, это может быть учитель в школе, сосед по даче, тренер в спортивной какой-то секции, я не знаю, учитель рисования. Вообще любой человек, который в какой-то момент вас первый раз поддержал, и вы это запомнили. А потом ещё раз поддержал, ещё раз поддержал, и образуется некое доверие. И когда мне плохо, например, вот в той ситуации, когда, да, критик начинает по проторенным рельсам, хорошо смазанным ехать, вот эти вот весы, образ весов, вот здесь вот он, а вот здесь тот человек, который меня поддерживает. Я как будто бы вот такая визуализация хорошая, смотрю на обоих этих человеков, и кто из них выигрывает. Как будто вот сюда больше меня тянет. А ещё я бы хотела, знаешь, ещё в какую сторону добавить? Может быть, второй-то поддерживающий, вообще не поезд. Может быть. Это самолёт. Может быть. Может быть, это пароход. А может быть, это машина. Потому что я, когда вырос, я могу выбирать, как мне ездить, как мне передвигаться. Я то самое мерила внутреннее. Конечно, понятно, что мы живём в социуме, и мы не можем от всех абстрагироваться и делать то, что мы хотим. Хотя практика показывает, что есть такие люди, как будто бы, которые именно так и делают, но мы не знаем, для чего и какой ценой. То есть готовы ли мы так же. Но вот этот вот выбор внутренний, что я теперь могу, и я выдержу, и мир выдержит, если будут происходить какие-то истории. И мне не нужны гарантии, потому что я живой. Я живой, не идеальный человек. Слава богу, что я не идеальна. Потому что быть вот, если представить детскую игру, вот сейчас там, да, царь горы, то тот, кто залез наверх, он обречён быть тем, кого будут сталкивать, потому что второй хочет подняться и его толкать. Поэтому удерживать вот этот статус идеальности, да, я такой крутой, что в бизнесе, что где бы то ни было. Очень энергозатратно. Это да. Невероятно просто. Это точно. Ну и вообще, это про конкуренцию. А я готов вообще к этому. А нужно ли мне это? А если я не идеальный, я говорю, о, я победил, всё, я побежал. О, у меня получилось. Я теперь буду чем-то другим заниматься. То есть я себе разрешаю тогда быть разным. И тогда нет вот этого, что я должен соответствовать чему-то. Я иду с позиции, мне очень нравится в этом смысле, такая метафора про я иду как исследователь. Как мне будет в этом? Как я себя буду чувствовать? Что мне здесь добавить? Что для меня здесь важного? То есть я начинаю, как будто бы, если я обнаружил, что всё моё внутреннее пространство занято наносными мнениями, ожиданиями чьими-то, вот этими оценками какими-то, а я себя не знаю. И часто, например, я веду в том числе телесные практики, практики восстановления базовых доверий к миру в гамаках. И люди боятся в них идти, потому что они очень глубокие, и там отключается контроль. И они говорят, ой, нет, я с чем-то таким встречусь. И ты спрашиваешь, а с чем ты таким боишься внутри себя встретиться? И часто люди боятся с пустотой встретиться, что там ничего нет. Я какой-то вообще пустой. Да. Пустой бамбук. Но это такая иллюзия большая, потому что просто очень часто такая история, что никто в колодец с фонариком не светил. Там посветишь, там лесенка, вниз пойдёшь, откроешь какой-то... Там рыбки золотые, Там рыбки, там стоят сундуки, там столько богатства, просто никто туда не светил. И получается, если я уже вырос, то кто тот человек, который посветит? Наверное, я сам. Я начинаю постепенно изучать себя, исследовать, смотреть, как оценки сформированы в мой адрес, и как я сам тоже неадекватно люди оцениваю, потому что вот эти все идеализации такие, проекты, тоже я не умею оценивать. Мне кажется, либо все не до, такие же, как я, либо все передо. Супер до. Да, какие-то очень, да, супер до. Какие-то очень идеальные. То есть я работаю с этим, потом я про отношения начинаю задумываться, а как я строю контакты, чего я жду, а реально ли это, чтобы все рукоплескали и бесконечно одобряли, а правда ли есть те самые авторитеты, которые точно знают, как мне жить, потому что это сейчас популярная тема про волшебные таблетки, что кто-то точно знает, как быстро, там, за два сеанса, значит, жить в супер-кроэдик. 15 советов, 30 способов и так далее. Ну да, 6 шагов, да, к счастливой жизни. Вот эта история про взрослых, ну, неважно, какого возраста, потому что одну и ту же тему сейчас открывают 40-летние, 50-летние и 20-летние по поводу вот этого «давайте не будем сократим время, не будем говорить о родителе», да, прямо используется направо и налево, чтобы что? Чтобы снять с себя ответственность на то, что дальше в твоей жизни происходит? Ну, я не знаю, с какой целью она так популяризирована, наверное, каждый, как там, в каждой избушке свои погремушки. Вот зачем? Зачем это делают конкретные люди, которых там ты подразумеваешь, да? Я не знаю, но с одной стороны, конечно, здорово, я же говорю, сэкономим время и деньги и обвиним во всех родителей. Хотя, это такая, ну, как бы сложная композиция, да, вообще родительско-детские отношения, безусловно, наше детство, оно является определяющим в формировании нашего личности, нашего наполнения, наших способов контакта, способов построения отношений, та самая привязанность, о которой там Петрановская много говорит. И, в принципе, эта теория такая достаточно, да, сейчас, ну, известная, что как мне обходиться с моими потребностями, как мне относиться вообще к миру, и как мне строить с миром отношения. Вот здесь родительская, конечно, история есть, но, опять-таки, если я теперь, ну, вот я люблю такую, знаешь, метафору, что коучи, психологи, психотерапевты делают очень подлую историю со своими клиентами, они лишают их права не знать. То есть, если ты теперь знаешь, что да, конечно, родители вложились, да, 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 конечно, папа там, не знаю, тебя не признавал. Свои минные поля прошли. Окей, теперь я это знаю. Теперь вопрос, что я с этим знанием делаю и делаю ли вообще? Потому что можно ходить на лбу с табличкой «Меня мама недолюбила, и поэтому у меня в жизни все вот так». А можно сказать, «Вау, я обнаружила такой целый вот замок, который на моем колодце висит, я теперь ключ хочу найти, а что делать? Я ведь точно не один такой, да, ведь точно у нас есть поколенческие даже трансгенерационные истории, почему мы, раньше смеялись, говорили, как будто наших родителей в одной школе прям воспитаны, они все разговаривают одинаковыми словами, да, но вот они и разговаривают, потому что это поколенческие истории, и значит, я не единственный, кто с этим встретился, может быть, мне есть смысл пойти к специалисту, у которого есть тот самый ключ, потому что я через это смогу, например, не маму обвинять или родителей, а я смогу, пусть это не про историю, про радикальное прощение, там, или еще что-то, но я смогу теперь отделять, что вот есть мнение мамы обо мне или высказывание, а есть я, ух ты. А я вот говорю как раз о тех людях, которые вот за этим замочком, замочком, не идут, а ходят вот с этой вот нашлепкой на лбу, и я вот, честно говоря, достаточно часто такие вещи встречаю, причем это не мешает людям ходить на консультации и как будто бы просто вот подкармливают вот это вот ощущение. Возможно, да, это тоже есть, так бывает, знаешь, когда, например, на группах у меня такие вот бывают прекрасные там женщины, часто, да, которые вот рассказывают, как у меня не удалось, там, судьба не повезла и вот такое табло, я говорю, да, как скажешь, так бывает, я сдаюсь, ты меня победила. Я правда говорю так, ну все, ну все, теперь тапочки белой подмышкой и пошли доживать уже, да, да, все, ты победила. И в этот момент вдруг человек понимает, что он делает, что он тебя убедил, я говорю, окей, ты меня убедила, ну подождите, ну можно же что-то такое, в другую сторону идет, да, это как психологическое айкидо такое, да, 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 да. Ну слушай, окей, так бывает, потому что иногда бывает, что это вот в тренингах тоже, я с бизнесом много работаю, да, когда говорят, ой, все, что вы рассказываете, это так вообще правильно, но у нас это не будет работать. Ты говоришь, ну как скажете, захотите, будет. Если поискать, прийти на психотерапию, чтобы убедиться, что психологи не работают, ты убедишься. Если ты придешь работать для того, чтобы проработать, ты проработаешь. Понимание того, что я имею право на ошибку, очень тяжело укладывается в голове с учетом бэкграунда, да, вот жизненного, психологического и так далее. Ну тут вообще ментальное отношение к ошибкам и конфликтам, оно такое очень радикальное, что ли. Вот это, кстати, тоже одно из свойств, ну такого невротического немножко характера, черно-белые такие вот штуки, то есть либо все делать идеально, либо не делать, да, а вообще-то, ну ошибки, это там перескок такой интересный идет, вот если мы говорим именно вот об этом типаже людей, ну я приведу такой пример, я решила вырастить в горшке цветок, да, у себя дома, где-то никогда этого не делала, где-то нашла какой-то там отросток, где-то нашла земли, купила, все засунула, значит, полила, жду, ну он у меня через пару недель благополучно и завял. Вывод, который делает невротическая личность, говорит, выращивание цветов не для меня. Это не мое дело, это не мое. Я плохой садовник, например, да, а если вот между вот действием и вот этим выводом простроить лесенку, то, во-первых, может быть не та земля, поменял землю, вырастет, может быть не так полил, может быть взял тропическое растение, которое в нашей широте не имеет, может быть дальше уровень цели поднимаемся, например, может быть слишком быстро хотел результаты, может быть, ну не знаю, взял растение, которое нужно сажать весной, там, да, тюльпаны, а я его посадил там осенью, и оно у меня не выросло по этому, да, то есть посмотреть, правильно ли я цель поставил, то есть вот только когда я действия перепроверю, цель, я потом уже могу сделать вывод, а нужно ли мне вообще это, да, получил ли я тот результат, который хотел вообще, как я себя чувствую в связи с тем, что я решила выращивать. Может, действительно, ну как-то не так мне и хотелось, да, может, я вообще поливать его забывал. Ну, может, он вообще какой-то супер требует ухода, или там прочтение 20 книг, прежде чем его начать выращивать. то есть вся обратная связь про ошибки, вообще-то, она про действия, она про то, каким образом ты делаешь, да, и через именно анализ вот этой обратной связи ты можешь двигаться и развиваться в жизни. То есть да, сделал классно, о, классный опыт получил, вообще, ну, еще две недели назад у тебя вообще не было опыта выращивания цветов, теперь ты говоришь, теперь у меня есть опыт выращивания цветов, как бы теперь сделать, чтобы они не вяли, да, как бы теперь, как бы, в чем вообще, да, где ключик, опять, так как я могу, чему научиться мне нужно, может быть, я какие-то детали упустил, но явно это не вывод про то, что я бездарность, и там, цветы это не мое, вот, то есть здесь такой перескок, и так же с конфликтами бывает, конфликт чудесная история, но люди в них не идут, потому что боятся, что там катастрофа случится, да, вообще вот я там порушусь, отношения все от меня откажутся, да, но вот если нет вот этой иллюзии, да, там будет приятно и благостно, и вообще без конфликтов можно жить, как и без ошибок, это же иллюзия, нет, это невозможно, когда я учу, например, там на супервизии, или учу тренеров, или психолог, я говорю, ребят, у каждого есть свое кладбище, тренерское кладбище, свои клиенты, да, то есть будет кто-то, кто обязательно вас научит, что вы, ну, как бы вообще, да, и причем, в своем опыте, конечно, и вы должны просто через это пройти, выжить и сказать, о, кажется, я научился, теперь и так, кажется, да, не получилась эта группа, ну, не бывает такого, что ты бесконечно работаешь, и тебе все нравится, и все прекрасно, мне кажется, да, у любой специфики, у любой профессии такая, ну, есть вот особенность, что люди учатся на ошибках, и через конфликты проходят, и в том числе, кстати, не до, это же не про то, что нельзя проявляться и самопрезентовать, но обязательно будут хейтеры, обязательно кому-то будет не нравиться то, что ты делаешь, но ты с ними не соревнуешься на марафонской дорожке, да, по стадиону, ты просто идешь по своей тропинке, человек по своей, вы вот здесь встретились, он говорит, ну, мне что-то не очень, так, ладно, и вы дальше пошли. Тем не менее, по поводу людей, которые живут без конфликтов, вот та самая первая стратегия, хорошая девочка, но она лишается просто, я не знаю, огромного количества жизненных ресурсов, ситуаций, где она может, ну, реализовать себя и так далее, но это мы уже говорили, еще хотелось обратить ваше внимание, нам уже просто пора заканчивать, по поводу талантов, да, вот вы сказали, что я нашел свой талант, пусть я, ну, кстати говоря, таланты в этом тоже может спрятаться, быть спрятан, первый год не получился вырастить цветок, а на следующий год почитал литературу и стал просто знаменитым ботаником, как вариант, вот эта штука по поводу того, что у меня нет никаких талантов, вот она же ошибочная, прям в корне. Ну, это тоже, да, такое иллюзорное представление о том, что есть люди от природы более какие-то, а есть нет, действительно есть некоторые склонности, ну, будем говорить, что есть базовый набор, ну, тех вещей, которые мы не выбираем, там, а-ля темперамент, тип высшей нервной деятельности, например, да, такие вот истории. И, конечно, да, кто-то от природы более быстрый, у него процессы возбуждения в мозге быстрее включаются, у кого-то процессы торможения, но это не значит, что нельзя научиться что-то делать, ведь, ну, например, нет такого параметра какого-то единого, да, есть некий профиль, ну, там, подходящий под так ту или иную роль, под ту или иную профессию, и кто-то берет, ну, кто-то от природы, правда, бывает там, харизматичным, например, у него что-то получается, а кто-то тех же самых результатов будет достигать, через обучение, через то, что он говорит, ну, хочу научиться, как вы это делаете, или через моделирование, например, да, в НЛП есть, ну, такой другой совсем процесс, когда я могу снять модель с кого-то, да, и попробовать, вот, ну, пойти в эту сторону, поэтому, да, это иллюзия, и я думаю, что здесь даже так вот, у каждого человека есть какая-то внутренняя сила, это можно сравнить с таким вот, ну, ветром, да, то есть можно идти, когда твоя сила тебя будет двигать в жизни, это когда ты себя узнал и понял, ух ты, о, я оказывается вот такой, я везде это делаю, это, ну, такая миссия, что ли, в широком смысле, моя предназначение, которое мне ищут, да, но какие-то, это мои какие-то свойства, которые во мне есть, они с детства есть, я могу идти, она будет меня двигать, а можно идти против ветра. А как вот внутренние, есть какие-то маркеры, вот я где-то читала, что, или слышала, что если я понимаю, что я, ну, предполагаю, что я на правильном пути, я вот туда пошел, то я прям слышу, чувствую в себе прилив энергии, это действительно работает? В коучинге прям есть такой критерий, если ты прописываешь, например, с клиентом цель, и ты с ним обсуждаешь, и двигаешься по шагам, если количество энергии прибавляется, и он прям вот начинает, да, заряжаться, гореть, щечки розовые, ему прям вот, да, значит, мы идем в нужном направлении. Если он начинает там зевать, еще что-то, прям сопротивление включается, то, скорее всего, здесь что-то не так. То есть это либо блок какой-то, да, что я иду туда, где мне будет плохо, и поэтому я туда не пойду, конечно же, поэтому миллионы дней не реализовываются, потому что стыдно, страшно, там еще как-нибудь, обидно, вот. А второе, это про то, что когда я, знаешь, можно, даже по-другому отвечу, можно поспрашивать вообще свое окружение, почему на марафонах, на самом деле, да, нередко такое задание дают, а как тебе кажется, какие мои три глубинных свойства и ситуации, почему ты так считаешь, да, в ситуации, в которых вот они проявляются, можно столько интересного от своего окружения получить, и оказывается, что для всех давным-давно очевидно, какой ты, про что ты, и где вот эта твоя сила, что ты это делаешь, и на работе, и дома, и с друзьями, да, а ты в себе этого в упор не хочешь видеть, потому что ты должен быть ученым, или еще каким-нибудь, кем ты себя вообще можешь. решил себя сделать, например, в кого ты решил превратиться, трррррр, мгновение, волшебные бабочки. Хорошо, Настя, у нас время неумолимо, с хорошим человеком, беседа идет прям молниеносно, какой-нибудь, а лаверды, как вы же про вотпост говорили, я буду учиться говорить тост, а лаверды, как для тоста, для зрителей, что это пожелания какие-то, или еще что-то в тему сегодняшней. Да, какое самое главное пожелание? Наверное, про то, что очень важно в какой-то момент жизни остановиться Потому что если не остановиться, все время бежать куда-то, невозможно себе даже вопрос задать И спросить, так как я сейчас живу, мне как? Если вам кажется, что нужно что-то менять, то вам не кажется И тогда есть, наверное, большой смысл развернуться туда, где вот столько-сколько затруднений Вот ровно настолько же будет зона вашей энергии, которая высвободится, зона роста Зона другого совершенно качества жизни, другого окружения, других проектов И если просто поверить в то, что это возможно, и рискнуть проявить смелость, чтобы заглянуть в свой колодец То я верю, и я не то что верю, верю просто потому что верю Я вижу каждый день эти примеры через своих клиентов, людей, которые меняют свою жизнь Которые вот свои крылья расправляют и начинают как раз, как в паруса ветер дует И они начинают лететь просто к своим целям, к своим любимым людям, к детям, к проектам, к своей проявленности Это не значит, что у них там все идеально, конечно нет Но это значит, что они говорят, вау, вот теперь я чувствую, что я живу Да, замечательные слова Обращаясь к зрителям, я могу сказать, воспользовавшись словами Анастасии Что мы сегодня таки сделали подлую вещь Теперь вы не можете сказать, что вы ничего не знаете про внутреннего критика Не знаете, как с ним быть, что с ним делать и куда дальше идти Значит, флаг вам руки и вперед организовывай свою жизнь Всего вам хорошего, до новых встреч С вами работала Наталья Ежова в программе «Фокус на человека» До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»